Добро пожаловать в программу похудения для гурманов, которая щедро поддерживается супермаркетами Базар Вест. Нас обеспечили едой свежей, вкусной, полезной едой. Мы будем готовить сегодня фаршированные грибочки к Дню Валентина. Ну, я очень рекомендую вообще грибные блюда, потому что они очень полезные, как вообще везде, хоть в салат, хоть как гарнир, как закуска. И, в частности, фаршированные грибочки очень хороши для Дня Валентина, потому что мы можем их приготовить немножко заранее, даже с вечера. И 15 минут, и такой романтический ужин уже готов. Ну, как вы знаете, я родилась в Сибири, как поет Маша Распутина. Поэтому мы собирали же грибы всегда раньше. И я вообще очень люблю грибы, наверное, как и многие из вас. И собрала в кучу много рецептов, которые фаршированные грибы и разные виды грибов, вот в такую цветную, симпатичную книжку. И мы будем готовить вот эту. Это один из этих рецептов. Если вы хотите больше, вы легко можете найти эти рецепты на веб-сайте www.waydestiny.com. Итак, грибы для вашего романтического ужина. Мы будем использовать вот такие вот коричневенькие грибы. И вынем ножки из них, но мы их сохраним. Мы будем их использовать сегодня тут же в этой начинке. Еще у нас будет для начинки сыр, зеленый лучок и прожута. Значит, для начала мы быстренько измельчим эти ножки. Очень маленькими кусочками порезать, чтобы все это было гомогенно, чтобы мы могли легче начинить. Грибы довольно маленькие по размеру, небольшие, так что, чтобы это было удобно. Ну вот, с грибами мы разобрались. Теперь порежем лучок. Ну, я, пожалуй, отрежу вот эти белые и только зелененькие. Ну, вот двух таких веточек будет вполне достаточно. Точно так же мы режем прожута. Прожута предпочтительно. Вы можете вообще-то использовать и ветчину, желательно не колбасу для этой цели. И прожута очень хорошее мяско, копченое, не очень соленое и нежирное. И в этом блюде у нас будет сочетаться низкогликемические грибы, всего 15, гликемический индекс, что как у овощей. И прекрасное сочетание с животным белком и животным жиром. Очень гурманская еда. И особенно для романтического ужина. Все, что осталось, это потереть сыр и все, значит, это смешать. Я использую проволони. Сыр очень хороший, свежий. Мне порекомендовали его в Базар Вест. И вам тоже советую. Он имеет очень приятный такой немножечко, ну, может быть, может быть, такой остренький вкус. Но очень хорошо сочетается с грибами. Потому что, ну, грибы-то сами по себе, они, в общем-то, у них нету такого особого вкуса. Поэтому в сочетании с ароматом прожута и вот этой вот остротой сыра получается очень хорошее сочетание и очень приятное блюдо. Итак, сыр, прожута, зеленый лучок и ножки грибов. Все это смешиваем вместе. И начинка готова. Немножко хорошо бы внутренности грибов посыпать солью и перцем. Ну, во-первых, чтобы вкус придать и чтобы сок немножечко выделился, чтобы было, ну, сочнее, да, правильно сказать. Начинка выглядит, может быть, немножко суховатой, но когда запечется, все это, естественно, превратится в такую гомогенную массу, что и хорошо. Нам не нужно что-то такое жидкое на данном этапе. Ну, и вот, значит, мы берем какое-то количество и заполняем шляпку гриба, ну, так максимально тугенько, чтобы оно побольше вошло начинки. Вот так выглядит наше блюдо с грибочками фаршированными, которые мы ставим в духовку, которая нагрета на 400 градусов. Что хорошо, чем вообще очень удобно готовить фаршированные грибы, что вы их можете сделать заранее, день заранее. То есть вот так все приготовить, накрыть пластиком и поставить в холодильник. И они прекрасно сохранятся до момента, когда вы садитесь ужинать, вот 15 минут только на готовку. И так они идут в духовку на 15 минут на 400 градусов. Ну, вот наш романтический ужин готов. 15 минут в духовке, и вы можете прямо подавать это на стол, если выбираете, ну, такую симпатичную какую-то посуду. Либо, безусловно, можете переложить, если вы печете не в посуде, которая подается на стол. Ну, очень хочу вам пожелать счастливого-счастливого дня Валентина. И не нужно его ненавидеть, не нужно, есть люди, которые его не любят. Ведь на самом деле нет никакой разницы, вы женаты, замужем, вы в хороших отношениях или еще пока не нашли свою половинку. Будете ли вы этот вечер сидеть с друзьями или в обществе своего кота? Ведь День Валентина – это о любви. И самое главное, самое главное, что вам нужно, это любовь к себе. Тогда вы сможете лучше заботиться о других, больше излучать позитива. И, безусловно, люди будут любить вас больше. А вы заслуживаете лучшего еды, лучших отношений, лучшей фигуры, лучших ощущений, мыслей. И именно в этом направлении, конечно, имеет смысл расти и улучшать любовь к себе. Не надо путать это с эгоизмом, это не то, это именно то, что служит вам. Потому что это прежде всего очень хорошо заботиться о себе. Есть правильно, а не употреблять что-то, что может вам только навредить и испортить вообще не только романтический ужин, но и вообще, может быть, очень многие жизненные аспекты. Я желаю вам очень счастливого дня, Валентина. Любите себя, наслаждайтесь вкусной, полезной едой. Если вы любите, если вам понравится эта еда, обязательно загляните на веб-сайт weightdestiny.com и вы там найдете много хороших, полезных рецептов, в частности, грибных. Всего хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok